Веган Христолюб Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое вот видео. Книга Откровения, книга для избранных. Откровение Иоанна, так называемого, богослову почему-то говорят. Мы об этом не знаем, мы знаем, что это откровение некоего Иоанна. Вообще-то это откровение Иисуса, данное Иоанну. Так называемый еще в народе апокалипсис. Здесь мы поговорим с вами о том, как его правильно читать, какие условия чтения этой книги. И не просто чтение, прочитать-то может каждому, у кого есть глаза. Но понять может не каждому, у которого есть глаза. И поэтому сегодня мы с вами разберем три основных условия познания книги Откровения и вообще Истины. И любой книги. Поэтому это лишь повод, но, как я вам сказал, это если в более глобальном масштабе это Истины. Может все сегодня, которые мы будем разбирать условия, применить ко всей, к познанию вообще Истины. Любой книги, кстати, даже не только, как их называют, Святых Писаний, какой-либо религии, или мировоззрения, или ученого, или человека даже. Ну и в частности книги Откровения. Поводом для сегодняшнего видео явился комментарий под моим предыдущим роликом «Сценарий Третьей мировой войны», комментарий Виктории. Вике, я сразу скажу, не обижайтесь на то, что я ваши комментарии зачитываю, как-то буду нелестно отвечать на них. Есть то, что есть. Я напоминаю, как Иисус общался со своими учениками. Вы можете, конечно, не быть моими учениками, не считать меня своим учителем. Но так как вы со мной контактируете, мы как-то там общаемся, вы мне задаете какие-то вопросы или просто пишете, я на своем особенной ресурсе делаю то, что считаю тоже нужным. Я напомню, что когда Петр противоречил Иисусу, он его в одном месте даже сатаной назвал. Никого не держал, говорил, можете и выйти. Называл своих учеников неверными, неразумными. И если этой притчи не понимаете, да коли все, насколько вы неразумны, что это не понимаете, как же вы поймете другие притчи, да? Я это делаю не со зла, а делаю для блага. Хотите принимайте, хотите нет. В частности, Виктория, мы с ней ведем небольшую переписку в мессенджере, то есть как-то общаемся. Уже этот вопрос мы с ней затрагивали в частной переписке. Я всегда даю, стараюсь, даже аудиоответы достаточно развернутые. Я трачу свое время. Говорю, трачу, когда нет результата. Говорю, посвящаю, когда результат виден. И, конечно, когда человек тебя не понимает с первого, со второго, с третьего раза. Ну, что? Ты не будешь как, как я говорю, попуха одно и то же толдычить. Поэтому я что-то людям говорю, а вправе в принятие-то и не в принятие. Многие вопросы в жизни я для себя считаю давно закрытыми и не собираюсь вести на них какие-то там дискуссии, знаете, там по поводу веганства, того же самого. Я уже давно людям действительно сбрасываю просто свои ролики. Послушал. Хочешь, принимай истину. Не хочешь, отправляйся в ад. Я не собираюсь дискутировать на темы, что такое добро, а что такое хорошо. Что такое правильно, что такое неправильно. И по поводу многих таких вот вещей, как те же самые знания, законы благопытия, законы того же самого познания. Я сам прошел путь. И, как Иисус говорил, посмотрите на человека. По делам судите. Это очень важно. Знаете, как бы вы ни обижались и кто-то там не укорял меня в гордыне. Да, мои дела свидетельствуют обо мне. У меня есть канал. На канале целиком записана Библия, Коран, Восточное Учение. Есть у вас что-то подобное. Вот вы запишите сначала, поделитесь своими мыслями. Это тоже очень важно. Я не говорю, что все должны рот заткнуть тряпкой и ничего не говорить там. Нет, но действительно, когда вы спрашиваете. Тоже я обращаю внимание в Евангелии на Иисуса. Он там много с кем дискутировал, общался, что-то слушал. Вы обратите внимание в Евангелии, Иисус вообще у кого-нибудь что-нибудь спрашивал. Что есть истина. Я говорю, был ли он мягок в каких-то своих утверждениях, когда его пытались что-то переспорить. Нет, он всегда стоял на своем. Стоял на истине, ибо он и есть истина. И всякий, познавший истину, начинает поступать точно так же. Это очень важно. Я говорю, Викторию, как примет, так примет я. Тут уже ничего не могу поделать. Но для назидания ей и другим, я пользуюсь этим комментарием, очень важно. Я говорю, я не буду всю нашу переписку зачитывать до и после этого комментария на ютубе. Но, своими словами, буду кое-что говорить. Вот Виктория к этому ролику о том, что записала о сценарии Третьей мировой войны. Какие события нас ожидают сегодня, 28 сентября 2022 года. Я надеюсь, все знают, в каких обстоятельствах жизни мы живем. Ну и Вика пишет следующий текст. Хочу обратить внимание аудитории на тот факт, что расположение небесных светил, описанное в 12 главе Откровения, было зафиксировано астрономами 23 сентября 2017 года. Такое событие случается примерно раз за 6 тысяч лет. Я пишу под ее уже комментарием, что это чепуха. Что до 12 главы мы еще не добрались. Я ей это говорил очень развернуто, очень обширно, давая ответ. Она мне сбрасывала ролик, соответственно, с ютуба, где вот это все, о чем она писала. Там какой-то ролик, где там все говорят, что какие-то астрономы что-то там зафиксировали. Я тогда дал ей большой, понятный, развернутый ответ, какой в принципе даю многим. Особенно вот на такое, о том, о чем мы сегодня будем говорить. Вика мне дальше пишет. Это, Дима, твое мнение. Оно субъективно. Субъективно, то есть вот я с одной стороны смотрю, есть объективные вещи. Я надеюсь, вы понимаете, что такое субъективно, объективно. Субъективно, это я вот думаю, что за моей стеной есть шкаф. Ну, а рядом человек может сказать, а я думаю, что его нет. Что там есть шкаф, это мое субъективное мнение. Он может быть есть, может нет. И его мнение субъективно такое же. Никто не знает, есть он там или нет. Но когда мы оба сидим в этой комнате, я говорю, вот микрофон стоит. Он говорит, да, вот микрофон стоит. Что такое субъективно-объективно? Объективно легко проверить. Объективно, значит, вы любого позовете, и он тоже подтвердит, что вот стоит микрофон, все его видят. Такая-то модель, такая-то марка. Это объективно доказуемая вещь. Когда я говорю, вот передо мной магнитурный, у меня есть микрофон. Он говорит, да, покажи, вот. А, да, да, это объективно. Субъективно там есть шкаф, дверь закрыта, мы узнать не знаем. Это тогда субъективное мнение, потому что проверить его невозможно. Невозможно еще 100 человек позвать, чтобы все сказали одно и то же. Поэтому, что такое субъективно-объективно, я лишний раз хотел людям разъяснить. Библию писали и толковали, переписывали, перетолковывали. Ну, она к моим словам дает отсылку, кто знает, я это постоянно говорю. И где доказательства, что все, что привиделось Иоанну, должно строго соответствовать хронологии последних времен. Как говорится, Франко Поле-Потолок. Я дала комментарий для желающих провести личные исследования. Пользуюсь обширными возможностями интернета. Конечно, свободой иметь свое субъективное мнение. Я тут дополню, я не стал все писать. Я говорю, я не люблю писать. Это очень тяжело. Обещают, я видел в Ютубе уже анонс, скоро можно будет как-то через шортсы отвечать. Вот тут в комментариях будет как-то запись, потом прилепляться на что-ли. Не знаю, что они там выдумывают на Ютубе. Ну, вроде как можно будет что-то там голосом отвечать. Может быть, но опять же, если это будет шортс, вы знаете, это не мой формат. Я не умею в минуту вкладываться в сегодняшнее видео. Думаю, будет больше часа, как всегда. А может и под два, да? Так что усаживайтесь поудобнее или там занимайтесь своими делами. Вот, хотя сегодня кое-что надо будет и на монитор, может быть, внимание обратить. Но, в принципе, можете и слушать такие видео. Надо я что-то показываю, конечно. Визуальное тоже восприятие очень важно. Вот, я по поводу этого хочу сказать, что по поводу субъективного мнения. Пожалуйста, я же не удаляю комментарии Вики. Они остались. Но так как это на моих ресурсах, тем более я не бегу это на чужие ресурсы. Вот на тот Ютуб ролик, который мне сбрасывал, я ничего там не писал, не разводил там свои вот именно лекции под этими роликами. А Вика пишет под моими комментариями. Ну, я под моими роликами, на моем ресурсе. Ну, я отвечаю, что у меня дома. Вы сидите, разговариваете, что я должен молчать? Нет, я у себя дома, на моем канале. Да, я, естественно, делаю, что считаю нужно. Вот, поэтому, пожалуйста, иметь субъективное мнение, я вам говорю, я не запрещаю. Все, что я запрещаю, это свое субъективное мнение. Может быть, мне там вбивать в голову, вносить мне мозг, по сто раз мне задавать одни и те же вопросы. Да, это нормально для человека. Любой родитель раздражается, когда ему ребенок одно и то же десять тысяч раз там дергает. Вот, а любой учитель то же самое. Да, здесь тоже очень важные такие моменты. И просто я вообще считал, что у нас эта тема закрыта. Но, видимо, нет. Видимо, Вика просто покивала головой или не покивала. Я не помню, на чем у нас закончилось. Я дал ей этот ответ. Там, я говорю, может быть, мы еще что-то поговорили. Но для меня, по крайней мере, была тема закрыта. Ну, ты пишешь под комментариями. Ну, я опять ответил. Да, что это полная чепуха. Я объясняю, почему всегда тоже. Вот, пожалуйста, ты имеешь свое субъективное мнение. Я тут еще более подробнее объясняю. Я свое мнение в этом вопросе субъективным не считаю. Мнение о том, что книга Откровения, о чем мы сегодня будем говорить, это три условия. Познание истины, как я сегодня сказал, если хотите глобально. Познание любой книги. И познание, в частности, книги Откровения. Это не мое субъективное мнение. Я сегодня постараюсь это показать. А, как я всем говорю, это будет даже доказательство. Принимать или нет, это ваш вопрос. Это аксиомы. Они недоказуемы, в принципе. Да, я имею в виду доказательства со своей стороны. Но сами в себе они недоказуемы. Это просто аксиомы. Мы их либо принимаем, либо нет. Я попозже скажу, что такое аксиома для тех, кто не знает. И это мнение не мое, это не субъективное. Я сегодня буду много говорить, о чем мы будем обращаться, возвращаться к этому комментарию. Именно то, что он явился, я говорю, основанием для сегодняшнего видео. Все это будете понимать. Я всегда стараюсь тоже последовательную логическую цепочку как раз выстраивать даже в своих видео, как бы я не рассекался по древу. Книга считается слева направо. Как и Евангелие, как и Откровение. Из-за цифры 1 идет цифра 2. Здесь можно бесконечно переводить природные явления. А за секундой, первая идет вторая секунда. За второй, третья, за четвертая, пятая. Мы живем в пространственном временном измерении. Оно идет слева направо, сверху вниз, если хотите, вперед. И часы у нас обратно не крутятся. Они крутятся только в одну сторону. Это очень важно понимать. И они не останавливаются. Они просто крутятся в одну сторону. Я говорю, это не мое мнение. Это жизнь, в которой мы живем. Или природа, или сущность бытия. Ну а ты, Вика, я пишу, начни с себя. Ты тогда в комментарии напиши, что есть субъективное мнение астрономов о том, что событие 12 главы написано, о том, что событие 12 главы написано, а не выдавая... Еще раз. Ну а ты, Вика, начни с себя. Ты тогда в комментарии напиши, что есть субъективное мнение астрономов о том, что событие 12 главы, вот эти, которые, якобы, произошло, написано, а не давай это за утвердительный факт. Да. Что это было ими зафиксировано, ими были зафиксированы собственные субъективные мысли о том, что они наблюдали и субъективно считают, что это похоже на те события 12 главы. Я вам говорю, я писать не могу, особенно такие сложные мысли, видите, да, я даже написал, это, может быть, тяжело воспринимается. Я теперь объясню это своими словами. То, что увидел человек, живет человек, занимается каким-то ремеслом или наукой. Он может быть астроном, он может быть каким-то природным, там явление звучает, а в книге «Откровения» есть природные, астрономия, там чего только нет, политика, да, пропаганда там есть, и тот, кто более в медийном пространстве, ему все это близко. Вот есть человек, есть астроном в данный момент, будем разбирать конкретные случаи. Люди занимались, группа там людей, или один, не важно, этот астроном, да, ну, он может быть христианином даже, он может читать Библию, не будучи христианином, это тоже не суть важна, но он знает книгу «Откровения», допустим. И он увидел какие-то в небе чего-то там, в телескоп, да, 23 сентября 2017 года, и он читает книгу «Откровения», и он считает, что то, что он увидел, во-первых, это увидел только он, да, никто это объективно тоже не может сказать, что это так и было. Более того, то, что он это событие, и событие из книг в 12 главе свел воедино и сказал, что это оно есть, вот это его субъективное мнение. Вот это субъективное мнение. Я вот об этом Вике попытался объяснить. Ты тогда и напиши, что субъективное мнение какого-то странного, который считает, что событие 23 сентября 2017 года и событие, описанное в 12 главе, это и есть оно, одно и то же. То есть я увидел то, что там описано, но это его субъективное мнение. Это абсолютно его субъективное мнение. Точно так же, как в ролике, как раз об этом, которому был написан этот комментарий Вики, наша небольшая переписка, на сценарий Третьей мировой войны, я высказывал действительно свое субъективное мнение. И я об этом сказал. Вот в ролике об этом я сказал. Я мог приводить тоже, я и приводил примеры из книги Откровения. Всегда этих всадников там печать показываем. И говорю, что мое субъективное мнение, что я не знаю, мы даже не можем сказать, что мы вошли, говорю, пока там не сбудутся конкретные, вот там написаны, когда конь бледный, это имя, которому смерть, за которым идет ад. И в концовке всех этих событий, снятых всех этих печатей, погибнет четвертая часть населения Земли. Вот когда это сбудется, мы только тогда будем считать, что мы будем уверены, как раз уже в этом убеждены, фактами о том, что вот это сбылось. А то, что это сбывается, то, что мы при дверях, это я лишь высказываю, как суд сказал, посмотрите на смоковницу. Если распускаются листья, значит, близко лето. Значит, это весна. По деревьям судите. Даже если у вас нет календаря, если вы совсем необразованный человек, живете там в день в деревне, никогда в школе не учились, как говорится. Как понять, когда лето? Ну, когда все расцветает, вот тогда и лето. Здесь то же самое. Листочки такие, что походу, да. С учетом всех факторов, насколько развилось человечество, какие у нас массовые орудия убийства. Вот это вот все. Да, информационность, насколько мы стали глобальным миром, одним большим шариком, летаем в космос, Землю видим снаружи уже, а не снутри на небо, и кажется, что Земля бесконечна. Все уже знают, что это маленький шарик, на котором нам почему-то всем очень тесно. И вот это мое субъективное мнение. Я так думаю. Может быть, все это завтра затухнет. Может быть, весь этот разгорающийся пожар, огонь, ада на земле. Может, все это завтра еще закончится. Никто не знает. Может, Путлер там отойдет к отцу своему дьяволу. И все это не так много там расистов. Они тоже решат сложить оружие. И все это как-то заглохнет, и мы дальше продолжим жить. И мы тогда и тем более не войдем. Я буду опять свидетельствовать, чтобы мы ни в какую книгу Откровения не вошли. Это очень важно понимать. Вот такие вот вещи. И анонсом еще раз говорю. Что это за ключи, если хотите, условия познания книги Откровения? Я их вначале даже все последовательно не перечел. Решил, я считаю, что это последовательно. Что я сказал? Название. Описание, которое будет поводом, что для него явилось в этот комментарий Виктории. И теперь три условия, включаясь, хотите, познание книги Откровения, как я вам сказал, более глобально, вплоть даже до самой истины. Первое условие – это последовательность. Второе условие – это доступность любому человеку на Земле. Образованного, необразованного, мужского, женского пола, в верхах сидящего, чиновника, геополитика или самого последнего крестьянина, который даже в школу никогда не ходил. И третье – это святая жизнь человека. Святая, праведная жизнь, чистота сердца, которая изрит Бога, а Бог есть истина. Именно эту истину познается только чистое сердце, ибо только чистое сердце узорит Бога. Бог есть любовь, Бог есть истина. Начинаем с вами с первого, последовательного. Условие – это последовательность. Это очень важно. Вот Вика сказала, будем теперь к ее комментарию все время обращаться, вот, я говорю, я зачитываю ваши комментарии, я вот Вике хочу сказать, я уж так много всем говорил, вас все равно никто не знает, вот, то, что я вас как-то там буду говорить, или вот как-то принижать, как будто, что вот вы не понимаете, я понимаю. Ну, я говорю, не хотите, не общайтесь тогда со мной. Да, хотите общаться, ну, готовьтесь, что может и доставаться. нерадивым ученикам, да, а я такими некоторых считаю, когда люди начинают спорить с очевидными вещами. Последовательность. Книга, так и называется, ну, она, ее называют как угодно, это люди, потому что, я говорю, в принципе, ее как угодно можно назвать. Действительно, кто-то ее вообще апокалипсис называет, в принципе, кто ей такое название давал? Это народная молва, так скажем. книга о последних временах, кто ее давал? Тоже народная молва. В принципе, откровение Иоанна, причем богослово, это уже вообще непонятно, чьи прилепки, основание говорить о том, что это того богослова, того Иоанна, любимого ученика Иисуса, нет никаких абсолютно. Сказано только одно, что это откровение Иоанна, там нет богослова. Я всегда на эти даже мелочи как раз обращаю внимание, тоже очень важные. И по поводу времени, она написана о последних временах. Это вот Вика говорит, а может это вот как-то ему снилось, все анархаически. Время течет в одну сторону. Книга о последних временах. Время течет в одну сторону. Оно не останавливается и не идет вспять. Время идет в одну сторону. За единицей идет двоечка, за двоечкой троечка, за троечкой четверочка, и пошло-поехало. Это и в мире цифер, и в мире времени. За первую секунду, вторая от начала его появления, за второй, третья, за третий, четвертый. И так живем мы с вами, неизвестно сколько, тысяч, миллионов, кто угодно там говорит, миллиардов лет. Но мы живем, и время идет. Это очень важно понимать. Посмотрите, я всем обращаю внимание, как посмотрите даже на Библию. Сколько вы знаете, у меня к ней здравые отношения, я много чего осуждаю, много чего обличаю, но при этом, я говорю, она и собрана не последними дураками. Несмотря на то, что там есть нюансы. Ее действительно собрали последовательно. Она начинается с книги «Бытия», которая в свое время начинается с того, что вначале сотворил Бог небо и землю. И заканчивается она книгой Откровений и последним стихом. Каким? И появляется, ну там он в первой, наоборот, первые стихи в последней главе, но не суть важна здесь уже, да, нюансы. Вот. Можно сказать, заканчивается этими стихами «И сотворил Бог новое землю и новое небо». О нем уже говорить Бог нам не стал. Как Павел сказал, и на сердце не приходило то, что приготовил Бог любящим его. Это мы узнаем дальше. Мы вот живем с вами. Сейчас, если надо прожить вот этот период, от первого сотворения до второго сотворения, до новой земли и нового неба. Я всем говорил, это действительно гениально. И действительно, вот то, что Вика пишет, с чего ты взял, я взял с простых вещей. Потому что у меня есть глаза, уши, разум. Посмотрите, как она собрана. Вы никогда не поменяйте книгу «Исход», не поставите вперед книги «Бытие». Вы никогда не поставите книгу «Левит» или «Чесел» вперед книги «Исхода». Даже книга второзакония, которая отчасти пережевывает все, что было в этих книгах о Моисее, там есть повторения, воспоминания, неизвестно, кто их собирал немножко, но заканчивается она все равно исторически смертью Моисея и переходом к новой книге Иисуса Навина, преемником Моисея, который и становится. Иисус Навин, следующая книга за так называемые пятикнижи Моисея. Вы не сможете поменять их местами. Это книги, описывающие исторические события в их пространственно-временном измерении. Вы ничего не сделаете, вы не сможете их поменять. рождение Моисея, можно сказать, написано в конце, в начале книги исхода, в конце исходить книги бытия. Они связаны вот так вот. Вы их поменять местами, вы тогда ничего не поймете. Они по-другому не считаются. За исходом за Иисусом Навином судьи книга, где последовательно написаны. Один судья Израиля за другим, которые становятся. За ними начинаются книги царств. Да, так как мы живем в пространственном измерении, в одной своей маленькой точке, мы не можем сразу два события проецировать. Мы не можем с вами смотреть два одновременно фильма. Мы не можем с вами слушать двух одновременно людей. Мы не можем с вами писать одновременно двумя руками две разные книги, две разные информации подавать. Мы не можем этого делать. И, конечно же, так скажем, немножко раздваивается в книге Библии, допустим, книги царств и книги пророков. Потому что книги царств описывают, так скажем, по царской линии эти исторические события. Точно так же дубляжом идет, так скажем, хронология по пророкам. И я говорил, что в идеале все это вот так немножко, хотя там пересекается все. В книге царств естественно и о пророках есть, но есть все равно отдельные книги пророков. Их бы идеально там вкрапить как-то или читать стих отсюда, стих отсюда, да, потому что это вот так идет. Это очень как бы важно понимать, да, но так как человек, вот мы живем в пространстве измерения временном, мы вот вынуждены идти по этому узкому коридорчику. Поэтому хоть ты тресни, мы сначала читаем книги царств, но я там пытался немножко вкраплять или говорить, вот здесь, в принципе, жизнь Исаия закончилась, можно прочесть его, книги уже пророка Исаии, да, чтобы как бы все эти события, которые в книге царств мы видели, ну, ближе со стороны царя, там, его жизни, там, Саула, Давида, Соломона, вот неплохо бы, мы же здесь видим упоминания, там, об Исаии, да, о Иеремии, там, да, вот неплохо бы прочитать вот это. Видим там пленение Израиля до Даниила дошло, ну, книгу Даниила надо присовокуплять. По-разному можно попытаться прочесть, можно наоборот, наперед прочесть, потому что, в принципе, когда ты тут выбираешь, либо ты сначала царство читаешь пророк, можешь с пророков начать царство, и там и там приблизительно все равно идет и пересечение. Поэтому, кто их собирал, их действительно тяжело было собрать. Книга Иова, так как она вообще никуда не прилепится, более того, духовная, я ее ставлю, в отличие от всех известных сборников Библии, я ее ставлю между, просто, на рубеже, это такой замочек, опять цепочечка, связывающая ветхие, новые, но чисто духовные, то по времени, там чисто духовно так получается. Книги Иова, она духовно, так скажем, морально исходитель, как угодно, вот это для научения, для назидания, она идеально вписывается между книгами ветхого, за это и нового, вот прям как цепочка, как переход, где страдают и праведники, переход к Иисусу, к жертве Иисуса, потому что все благочестиво живущие гонимы будут, там в этом ее смысл, исторически мы понятия не имеем, ее там впихнули в синодальном, в основном, вот в русской там Библии, я не знаю, как там в других греческих, может есть сборники, может где-то разные, ее там впихнули, чуть ли не где там, царство, мы понятия не имеем, никто это Теуф, там идеал, мы даже не можем понять, он еврей или нет, до конца, обрезанный, ну или не обрезанный, в какое время это вообще происходит, хоть приблизительно, ничего мы с книг Део это не можем сделать, и действительно в книгах Ветхого Завета или Нового Завета есть книги, так называемые, кто знает учительские, возьмите притчи, возьмите псалмы, они действительно не имеют никакой последовательности, псалмы вы можете почитать как угодно, ну я их читал последовательно, как они есть в книге, с 1 по 150, но вы можете их почитать и в каком угодно порядке, они не имеют никакой временной последовательности, никакой их собирали неизвестно когда и кто там кто изучал под библистику глубоко такие как я где знает это еще аргументировано там исследования других людей которые больше там глубже копали что их там находили пересобирали по-разному и действительно кто их как я читал до глубоко вникая понимать что никакой тем один за другой псалом никак не цепляется возьмите притчи там соломон они ник никакого отношения не имеют одна притча к другой их можно перечитывать так или сяк это очень важно это очень важно книги эти посты возьмите послание апостолов послание да вы можете взять все получать послание павла потом послание петра почитать можете одно послание павла к евреям почитать а можете галатам в принципе вы не можете в них нет и не временных каких кто указывает это было бы важно интересно почитать эти послания во временном последовательности зная как может быть мы видим как рос человек этот павел как он там от закона иудейского отлеплялся будучи фарисеем из фарисеем книжником из книжников законникам из законников это было бы видно как он от этого отходит всего этого культа иудейского да и что же не сразу от этого отлеплялись но мы не видим никто не может хронологически собрать послание вот эти письма апостолов входящие в корпус нового завета никто потому что у них нет никаких не датировок ничего даже их приписывание там всех почти апостола павла огроменного корпуса никто и к это один и тот же павел это разные павел и да никто этого доказать никак не может это вот действительно субъективные мнения да но книга деяний апостол читается последовательно начиная опять от вознесения иисуса где еще раз все это расскажем дублируется лукаде тот же автор который писал книгу евангелие от луки это очевидно сам на это ссылается да и он продолжает уже описывать не только жизнь и учение иисуса христа по свидетельствам как будто очевидцев да но он решил написать вторую книгу же во временах когда иисус уже вознесся и с этих времен описывать что происходило дальше он описывает последовательный вы не можете читать когда там обращаетесь до что-то перечитывая вспоминаете какой-то момент вас интересует да мы обращаемся конкретному месту там что перечитываем вспоминаем но но прежде хотя бы надо хоть раз в жизни так ник прочитать последовательно чтобы понимать куда ты обращаешься это очень важно все понимать ты ее по-другому не сможешь прочитать ты потом можешь обращаться то но знаю что это последовательные времена это очень важно как бы мы не хотели вырывать я говорю какие-то притчи иисуса даже но насколько важно знать пространственно-временной контекст эти события всем такие набросай вам сейчас несколько по памяти каких-нибудь примеров всем рассказываю что немногие вдумываются что у луки описан такой случай что иисус только начинает свою пропасть в своем родном городе в синагоге его эти святые в кавычках люди тут же тащат волокут на край города которые на горе находится чтобы сбросить его со скалы это в начале его служения в родном городе в синагоге его бы служение бога любви явившегося во плоти просто не существовало бы насколько важный момент насколько важно понимать что это где это написано можно вырвать сказать ну да там уже вот когда его арестовать хотели это вот было там нет это было в самом начале насколько важно это понимать насколько это интересно насколько это тебя ошеломляет ты понимаешь почему он уже не возвращался в свой город написано что он уже стороной его обходил когда там в юрсалиме в иудеи уже положили его убить он уже ее стороной обходил ходил самарии иордании да насколько важно все игры там географический контекст вот именно все это понимать хоть как что там было когда вы читать вам все будет понятно как тут там из галилея где-то галилея как он шел в иерусалима почему он шел в десятиграде шутку десятиграде ада косы другая страна иордана там где это самария находится чем мимо нее все рим ходит да это все важно понимать когда он богатым юноши разговаривает которые да не хочет за ним следует продав все это важно что описано что это за несколько дней до ареста я говорил не бежит ему проповедовать спасение поверили побудь со мной хоть эти последние дни послушаем и учения нет он ему сразу ультиматум выставляет это очень важно понимать что это было в последние времена насколько важно понимать что иисус не только вот именно вот этот свой последний приход когда уже знать что с ним будет уже еще петр его останавливает тормозит ты что давно ли иудеи ищут тебя убить мы снова возвращаемся в русалим а он идет юрусалим уже в свой последний год служения зная на что он идет очередной дебош там в храме устраивает разгоняя всех торгующих меняющих благодаря евангелия то она мы узнаем что это было в самом начале услужения самый тот первый приход где вчера когда мы совмещаем кто кто вот так вот возвышается я говорю в познании я всем говорю как орел когда вы червячок ползаете по земле вам и травка кажется вот такая высшей головы в десять раз а когда вы становитесь орлом духовным да вы вот так все созерцаете парить и видите все далеко и всю картину мира целиком я всех стараюсь этому всегда научить поделиться своими знаниями и вас вот так как орел взять пусть вы еще какие-нибудь свинюшки без крыльев до взять и поднять вас наверх или змеи змеи ползающие по земле как орел но правда как жертву там они змеи охотиться да я вас добрыми побуждениями с добрыми желаниями хочу всегда возвысить хочу поднять для своих хочу чтобы тоже птичками стали орлами и да и летали все за сердце ли благодаря евангелия там мы видим что это делал ровно первое свое служение ровно игру после того как его в своем городе чуть не убили идет в иерусалим на праздник и там устраивает этот дебош в храме сам начальство служения а значит если был первый третий раз было второй раз что все и все евреи ходили в раз в год в иерусалим на поклонение да сомнений нет никаких что хоть в евангелии в каком-то не описано это было и во второй год а то в первый в третий было вторую не был было постоянно насколько важны эти вещи насколько важно понимать что это был не только в конце когда ему уже как боец нечего он же пришел так говорится отдаться в руки грешников нет он это сделал в самом начале именно этим он и вызывал к себе не любовь-то ненависть книжников законников религиозников именно этим то что живет так живет в правде истине поступает так делает так сам начальство служения и бог бережет его как говорится хотя он сам этот бог но я так для для еще недалеких говорю книга откровения о последних временах вы никогда не сможете нормальный человек не сможет ее читать задом наперед нормальный человек читая и понимает что это просто как любая книга повествовательная рассказ история она течет слева направо как я сейчас в интернете вот мои сайты видели но сверху вниз до читаем книга о последних временах она времени там события во временном написано это очень важно это болезнь конечно я вижу что многих многие охвачены этой дурью библия всегда сравнивал с кораном всегда показывал вот эту чепуху корана этот бред его более того всем говорю не просто без меня пожалуйста записал для вас коран с комментариями посмотрите хоть десять роликов первых поглядите там с более ста сур вот я записал целиком на хоть сколько посадить почитайте а может быть и все или прочитайте сами но и вы хотите с моими комментариями тоже немало пользы получите вот коран действительно вот веке хочет сказать если ты там смотрела со мной эти ролики не таран действительно любую суру бери она абсолютно никак не связано с предыдущей или с последующей это просто набор вот просто набор всяких мыслей об одном и том же пережевывает они никак это не хронологическая книга благодаря правильно собранной библии мы с вами начинаем от нового неба новой земли сотворение всего живого человека грехопадение изгнание до такая до докатывание до того что всякое помышление суть зло во всякое время сердце человека до всемирный потоп павелонская башня пошло пошло поехал и заканчивается чем полным адом на земле тем же самым всемирным потопом во второй раз да это очень важно благодаря этому итог понимаем через призму всех историю через первое пришествие иисуса знание втором пришествии это все последовательно библия собрана действительно последовательно да точно такие же вырывание игру когда там чуток из ветхого не рвут книга откровения у слушаю когда люди что-то вот рвут листья для исцеления народов в последней главе где речь вообще идет о новом земле новом небе и куда только это не лепит про эти листья которые будут для исцеления народов куда ты лепишь там нам кратко в образах описано как паскал что на сердце на даже не приходит чтобы приготовить бог любящим его в этом ковыряться это вообще никак к нам вообще к этой жизни нам кратенько дали туда в щелочку вот в такую вот замочную скважину заглянуть как там будет прекрасно что там плоды будут каждый месяц они раз в год как сейчас мы живем давать да не будет там ни зной ни холода не солнца иисус христос бог будет для нас там всем и храмом и светилом написано все да и бесконечные реки которые можно пить и есть все что угодно чуть-чуть все 21 глава о новой земле но в небе кратенько нам рассказано как это будет здорово все чего оттуда рвать применять куда-то как это и к этому периоду от 1 от той от сотворенным которым мы живем земле до новой земли ты никак и ты можешь кому-то передать это рассказать об этом это никак не применишь ты сюда не прилепишь гога и магога которые там восстанут с короев земли до господи в 20 главе описаны где тысячелетнее царство антих царствах простите чуть царство христа антихриста не наш тысячелетний царство христа где все достигнувшие познание истины будут вместе с ним воскреснув а кто-то изменившись да не всем умрем но все изменимся как павел говорил и вы концовки только соберутся эти гога и магога опять восстанут на христа и его святых и уже все огонь с неба все сгорит и вот он великий суд да и вот мы все разделяемся на царство христа и царство дьявола вечной но из которого выйти можно чё разговаривать к гога и магога вот сколько сейчас ролик смотрю тоже вылазит это 20 глава тысячелетнее царство христа уже после воскресенья святых какой чутка тут гога и магога лепит гога там америка магога это китайцы господи да откуда вы это рвете посмотрите это 20 глава книги повествовательный чуток не рвут выйдите из нее я хоть самые всем и да я тоже могу фразами этим не тоже манипулировать я могу их использовать я прекрасно знаю где они объясняют куда не и порой даже оговариваюсь что я просто потому что слова никому не принадлежат то скажем да если слово семя рассказано в иисусе опричит и знаешь что ты слова в бытовой жизни не можешь потреблять у меня там семена помидоров есть а все же рассказывала то семечко брошенное там на землю принесет плод что теперь это что на это слово кого-то авторское право да мы пользуемся но это написано в какой главе то в 19 перед вторым пришествием пройдут еще 7 печати 7 светильников воцарение антихриста его трехспланолетнее царство на который будет изливаться 7 чаш гнева да только тогда надо будет выйти из этого вавилонской блудницы из этого вавилона который уже на земле будет построен если его не разрушить не спасется как сузгал никакая плоть потому что для святых три с половиной года царство антихриста будет просто адом на земле у тех все хорошо будет который друг другу жопу будут лизать возле как мы сейчас это видим в той же самой рашистской федерации да кто путеру задницу подлезте все хорошо плохо у тех кто по ней ему стучит как маленького мальчика тата тем достается три шестерки откуда вы вырываете 13 глава до нее добраться щена до нее еще 7 печатей и 7 светильников еще война на небе которые который не спадает на землю еще два пророка в юрсалиме которые будут убиты будут воскреснуты и взяты на небеса мы вас с вами это видели через 13 главы рвать эту печать антихриста да все вся цифровое рабство идет к ней да все предпосылки да все это когда нибудь но это не сегодня обычный паспорт сегодняшний по всей стране как анти айдикатор карты это еще не печать ты не принимаешь этим до законы этого государства дьявольского до этого еще очень далеко не очень-очень не знаем мы сегодня об этом уже тоже не будем рассуждать на это есть вот им другие ролики у меня вот рвут все вот все оттуда вырывают это огромнейшая ошибка я всегда это говорил я этот ролик добавлю потом в плейлист конкретно книги откровения на нем не буду там повторяться хотя я так это всегда говорилось это ошибка вы пойдете не туда я ответь и другим хочу сказать кто вот такие вещи думать мало знаю это немалозначительные вещи вот то что вы несете вот это вот распространяете вот это это немалозначительно это ложь любая ложь от дьявола это очень важно понимать именно поэтому я так реагирую это не потому что меня там что-то задевает какую-то гордыню нет как иисус сказал ревность о доме божьем об истине пожирает меня это немалозначительные вещи за этой ложью этим неправильным пониманием не поймутся другие вещи и люди будут находиться в заблуждении это очень важно именно поэтому я утверждаю это не мое мнение мое мнение я не знаю когда пухер нажмет кнопку я не знаю мое субъективное мнение что он ее нажмет когда он сейчас после мобилизации всех в пасть дьявола скормит кого может когда уже там все будет как он сказал крыса загнанная в угол да он нажмет я я не знаю когда это будет да это боль то я даже не за может правда он отойдет в мир иной к отсутствию дьяволу я не знаю это мой субъективное мнение я просто как и все высказывая свои мысли как иисус сказал смотреть по листьям ну вроде похоже вроде распускаются но может нам только кажется может это только почечки может вообще встал померещилась с утра еще зима на дворе А мне кажется, что там деревья уже спускаются Это мое субъективное мнение То, что книга читается слева направо Это не мое субъективное мнение Есть аксиомы Много раз рассказывал, что это такое Это недоказуемое утверждение Две параллельные В математике, узнаете Вся математика стоит на трех аксиомах Две линии не пересекаются Точка и линия не могут находиться в одной плоскости Все время забываю уже третью тоже Хотя был отличником в этом плане На этих аксиомах Придумываются теоремы То есть задачки И доказываются с помощью них На основании только трех аксиом Есть первопричины, первоисточники Или так называемые простые вещества Есть цвет белый Белого вообще не существует Это спектр всех цветов бытия Есть желтый, зеленый Он просто есть Что-то сложное делается из них Но есть простые вещи Но просто есть Как вот доказывать, что время есть Ну есть-то, ну как я тебе могу доказать Я свое существование никому не могу доказать Кроме того, что вы просто из меня видите Щупаете, осязаете Для слепого ему надо меня потрогать Чтобы видеть, что я есть Для глухого увидеть, что я есть У кого хорошо все есть Он видит и слышит тебя Я просто есть Как и Бог сказал Моисею Я есть, я просто существую Это просто есть Время просто есть Оно просто идет Это очень важно вот эти все вещи понимать Это не потому, что христолюб так хочешь Это не мое субъективное мнение Это просто есть Время Оно просто есть Оно последовательное Не отличить повествовательные книги От книги Я говорю На сборниках каких-нибудь Притч там Да Ну я не знаю Я говорю Вот Вика может обидеться Я говорю Надо быть недалекого ума человеком Я просто говорю Прямо, чтобы до людей доходило Задумайтесь о себе Это недалекий ум Книга Откровения Повествовательная Как написано в ней Говорящая о будущих событиях Изложена она последовательно Как любая книга Как Евангелие Это очень важно понимать Я говорю Это просто Это немаловажные вещи Я говорю Одно заблуждение Ведет к другому заблуждению И докатываемся Человек докатывается Всегда до ада Это не просто так В жизни все Это немаловажные вещи Я просто не понимаю Зачем спорить С очевидными вещами Это ложь Книга Откровения Для чего нам оставлена Для назидания и утешения И мы по времени Видим, что происходит Нам это важно Человеку хочется Иисус сказал Не терзайтесь о завтрашнем Не Но он не сказал Не размышляйте Поэтому он говорил Услышьте все это О военных слухах Надлежит всему быть И это только начало Страданий Но как он сказал Бодрствуйте Наблюдайте за собой За своей святой жизнью Все Которое мы с вами Не сейчас А К третьему условию Перейдем Я надеюсь С этим все понятно Я Для Вики Для других Говорюсь Вот есть вещи Которые я Раз Два Три Сказал Я вот эту тему Больше трогать не хочу Я кому-то ролики сбрасываю Если вы это не принимаете Вы все поняли Вы все услышали Как все сказал Не я Слово Мое Будет судить Вас Он говорил Здесь то же самое Приняли Хорошо Мне тут двигаться Не в чем Некуда мне двигаться За мной Тут вот истина Мне Я никуда Ни шаг влево Ни шаг вправо Ни назад Делать не собираюсь Если вы не понимаете Что это последовательные Исторические Как их называют В той же самой библистике Посмотрите Библию делят Там на исторические Учительские Вот эти кредиты Там притчи Еще что-то Да Ну пророческие Да Хотя они такие же исторические Возьмите книгу Любого пророка Она историческая Да Вот Ну их так решили Отделить Все-таки Про пророков Их назвали пророческими Они тоже исторические Тоже очень важный момент То есть они все В два Совокупляют определения Ну к ним можно И учительские применить Поэтому это так вот Поделили Чтобы их немножко разделить Как бы пророков На пророческие Чисто прям исторически Чтобы там без заморочек Ну как бы вот отделили В это Они все и назидательные И пророческие И учительские Вот Ну так Пытаются на что-то поделить Чтобы можно было Надо обратиться К какой-то группе И сказать Вот это там Книги пророков Да Пророческие книги Что пророчества Евангелия нет Тоже есть Вот Поэтому такие вот Видите деления Пытаемся мы что-то разделить А это неделимые вещи Мы любим все время человека разделить, вот там, дух, душа и тело. Да я, просто я есть. Как там все это сплетено до невидимого мира. Кому, какое дело, нормальному человеку. И вот здесь то же самое. Поэтому, если вы это просто не принимаете, ну, мне только мозг не выносите. Можете пребывать в заблуждении. Куда она вас приведет, покажет ваша жизнь. Об этом я уже говорил. Причем, я говорю, меня, вот знаете, вот Вика, опять же, может, ты даже тогда не приняла в личке. Вот она опять пишет этот комментарий уже публично. Ну, ты написала, ну, жди ответки. Я говорю, вы меня знаете, вот я пишу эти ролики. С одной стороны, я сам призываю писать комментарии. Но на такие я буду так реагировать. Я достаточно четко, мне кажется. А вот еще видео пишу. По глазам, думаю, понятное, по-моему, поведение. Что здесь вот все, табу, запрет. И тут мне некуда двигаться. Я не собираюсь никуда двигаться. В вопросах любви я много раз там пытаюсь. Что-то там за веганство. Ну, вот, вы знаете, на все эти вопросы я дал ответы. А если, а потому что, я не хочу быть, а еще что-то. А вот там замерзнем, с голоду подохнем. Подохни. Все. Вариант, у меня есть ответы. Вопрос, принимаешь ты их или нет. Иисус дал ответы. Будет гнать. Ну, что ж, примите это. Кто хочет сесть слева, по леву, по праву в Царстве Небесном, пожалуйста. Вот два креста слева и справа. Там именно в этом, в Евангелии был смысл. Когда мама двух сыновей Завидеевых просила в Царстве Христа, в земном, правда, она думала о Царстве Христа сесть по праву, по левую сторону. Иисус сказал, пожалуйста. Кому готовен отцом, кто внутренний стал таким, как я, пожалуйста. Вот два креста слева и справа будут скоро. Не разбегайтесь, а повисайте там. Кто не дает, будьте там рядом, прям со мной. Кто не дает, пожалуйста. Вот так вот. Надеюсь, я последовательно разобрал. Вы можете, я говорю, отрицать это. Отрицать в частности, что вот книга там «Откровение» так не познается, или вот она еще что-то. Да, можете сколько угодно об этом. Разговаривать только уже не со мной. Делиться этими роликами. Смотрите эту чепуху. Потому что если я признаю 12 главу, что эти события сбылись в 17-м году, 5 лет уже прошло. 5 лет прошло. Следующая 13 глава. Мы что, зависли? Там воцарение Антихриста описано. Вот со всеми этими тремя шестерками, с гонениями святых. После всего ада, что было на земле. Там все понятно, все по списочку. Дальше вот 3,5-летнее царство. Чаша гнева будет изливаться на это царство уже. На воцаренное Антихриста, на то мировое общество, которое будет. Их нельзя куда-то туда перенести. Так что, я говорю, можете оставаться в этом заблуждении, только подальше от меня. Мы можем продолжать общение. Я не такой уж злой, как это говорится. Но, опять же, если вы будете поднимать, это как, знаете, как с политикой, или там еще, как раньше мне говорили, еще с чем-то, с Навальным, сейчас с войной. Я говорю, кого-то все равно заходит, он все равно вдруг начинает мне какую-нибудь чепуху опять втирать, или что-то там, заикаться о чем-то таком. Я сразу, как Иисус говорит, отойди от меня. Когда Петр, Петр из благих желаний попытался сделать Иисус. Вот заметьте, все обращаю внимание. Это даже не Виктория, которая тут, в принципе, вещи, как говорит, может показаться кому-то такие, ну, такие средненькие, пишет не очень важные, да. И что, такая реакция там у меня. Нет, это все очень важно. Это очень важно. Это человеку закрывает вот познание истины в полноте. А мне хочется, чтобы вы были такими. Я и Вике этого желаю, поэтому я это все делаю. Потом скажете мне спасибо. Я Иисусу благодарен. Я всем говорю, я читал, когда я обличался Евангелием. Я не мог понять притчу о семени. Я сейчас такой умный. Я и тогда считал себя умным. Ну, вот понять не мог. Я читал Евангелие, я вообще ничего не понимал. Я всех признаюсь, посмотрите на меня. Казалось бы. Я много чего не понимал. Я учился. Учился у великих. Читал все предания. Слушал кучи проповедей. Я рвал зубами все, что мог. Да, как говорится. Не находил в себе покоя, пока не найду ответа на все свои вопросы. Ищите, пожалуйста. Ну, тут тоже, я говорю, надо тоже понимать планку. Вот так вот. Второе. Давайте еще раз обратимся к комментарию Виктории. Хочу обратить внимание аудитории на тот факт, что расположение небесных светил, описанное на основной книге Откровения, было зафиксировано а-стро-но-ма-ми. Я выбрал такую вот иллюстрацию, может было разную, выбрать какого-нибудь детей в очках умных. О чем пойдет речь? Все описанные вещи в книге Откровения доступны абсолютно каждому человеку, по знанию их. Не важно, какое у тебя образование, не важно, какой у тебя пол, не важно, какая у тебя мудрость жизненная. Они доступны всем? Да, не сразу. Да, ты стремишься. Я вам говорю, я Евангелие не сразу понял. Естественно. Бог мне открылся, как любовь, свободу, вечную жизнь, вы об этом знаете. Бог вел меня прямым путем, давая мне эти познания. Но я рвался, стремился. И потихоньку тебе этот процесс не сразу понятен. Мы не сразу растаем, мы не сразу чему-то научаемся в бытовой жизни. Не в один день мы познаем, как растить огород, растения, как ухаживать, заботиться, удобрять землю, как собирать, как хранить. Мы все это не сразу понимаем. Мы всему учимся, как что-то делать, как плотничать, как ремонт делать, то-то сверлить, то-то паять. Это все не сразу приходит. Конечно, человек трудится, это однозначно. Но доступно все, что написано в книге Откровения, любому алчущему и жаждущему правды. Ибо они насытятся. Все, что там описано, может и будет видеть каждый человек. Он может не принять это, он может отвернуться этого. Но это будет доступно абсолютно всем людям на Земле. Это событие глобального мирового масштаба. У человека не будет нужды события книги Откровения выискивать где-то на Ютубе, так скажем, через каких-то астрономов, политиков, там еще чего-то. О том, что сейчас происходит война, знает в принципе каждый. Если какой-то Папуа, Новый, Гвинея не знает, я не беру технически, возможно, их может действительно это какое-нибудь еще племя там живет, оно не знает. Но многие из нас ничем не интересуются. У нас многие ничего не знают, что происходит в Китае, в Америке. Да мы действительно не можем все знать. Мы живем каждый в небольшом своем пузыре. Но события книги Откровения будут настолько глобальными, что они в принципе будут доступны каждому человеку. Это не будет где-то тайной. Иисус об этом прямо сказал. Даже про свое второе пришествие. Заметьте, Иисус не просто так об этом сказал, что будут говорить вон там Христос или вот там. А Он говорит, это будет настолько явное явление. Опять же, все его примут? Нет. Мы видим, что после его явления, второго пришествия тысячелетнего царства, это будет второй шанс человечеству после его первого пришествия, где его будет кто-то принимать, кто-то не принимать. Многие думают, что второе пришествие, это какой тут будет ап, и все. И тут все поклонились. Нет. Вот опять это незнание книги Откровений. Еще будет тысячелетнее царство. Иисуса примут только свои. Только кто узнает его опять, как и в первый раз. Будет еще тысячелетнее царство. Да, дьявол будет, сатана связан в бездне, уже там с этим пророками будет бросить антихристом уже туда в гиену но какая часть людей очень большая останется и опять будет борьба добра со злом до дьявол связан но люди остаются свободными и будет тысячелетнее царство когда дьявол будет освобожден они все равно многие будет приводить во зле что вместе с ним восстанут на царство святых и тогда только огонь спадет с небес и эта земля и эта часть истории человечества останется в веках дай мы все небо совьется все мы в новой реальности окажемся в той вечность который в принципе она и так вокруг нас мы просто сжаты в пространстве бесконечно в этом до какой-то одной точки в которой сейчас пребывает вот и все это будет паз это будет открыто абсолютно всем людям абсолютно всем людям пусть попуа нового гвинея не знают там прям книгу откровения что бледные всадник там и имя которому смерти за которым от идет к которым дана власть уме 34 земли но и у них будет помирать эти люди как мухи потому что то что сейчас разразится написано все эти катаклизмы ядерные бомбы ядерная зима там луна покроется и солнце там все померкнет и все красным цветом это будет даже в попуа новой гвинеи ведь они не знают книгу откровения но все на себе они это будут переживать они там своим богам точно также молится также питаж переживают их там свои проблемы да но они все это себе ощутят ощутят это очень важно понимать тоже вот это вот знаете там тайные знания или еще что-то все это будет доступно каждому книга откровения вот я ее в названии да вот так я на самом деле для избранных то в кавычки я именно поэтому так ролика назвал немного то что я трех условий буду говорить я по-разному думал опять последовательном чтении об этом уже много раз говорил сегодня вот сколько тут я получается 40 минут что ли говорила об этой последовательности опять я уже не знаю сколько об этом говорить или нами последний раз буду делиться этим роликами уже я хотя я в каком другом говорил вот так же сможет сжимая брови что вот неужели вы настолько ксускал бестолковые если вы ей-то вы не понимаете как вам уразуметь все притчи как все тогда поймете эта книга не для избранных она для алчащих и жаждущих правды это действительно так только алчащие и желает бог бог стучит конечно в каждое сердце но открывает человек эту дверь сам это очень важно понимать поэтому все события которые там описаны сколько они сейчас нам не совсем казались понятными все что там написано про тех где там эти скорпионы с какими-то хвостами там кто-то думает киборги может так и быть мы уже будем полу людьми там до чего сейчас дойдет прогресс мы не знаем мы увидим это по времени 50 лет назад человеку объяснять что такое iphone смартфон интернет было бы очень тяжело сто лет а уж во времена написания книги откровения это возможно 2000 лет тому назад что можно было рассказать вы там сможете объяснить что такой телефон как мы там будем лайкать что-то делиться вот так сидеть на камеру разговаривать кому вы там 2000 лет назад могли бы объяснить как и нам сейчас читающим если там мы читаем о чем-то и нам не совсем понятно где в образах сказано да каких-то железных хвостах у насекомых нет просто потом все увидим и тогда мы все это поймем когда это просто будет сбываться мы помимо ну да вот это вот как он очень похоже да ты понимаешь что в то время лучше бы даже может быть и не описать было заметить все что изобретает люди они смотрят на природу какой-то самолет там всякие сейчас изобретают там лазанье присочки все наблюдают за природой как-то мухики у них присоски и все пытаются ученые там придумать какого-то человек паука кто вот этим интересуется такими вещами наукой я как за этим тоже за всем подглядываю подсматриваю вот слежу хоть как-то как могу тоже в этом глубоко не 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 в это не влезешь но все равно насколько-то позволяет время возможности вот все все равно из природы берут поэтому знаете описание природные там не самые плохие возможные мы увидим очень похожие вещи иисус сколько притчи образов давал именно естественно что там царство небесное подобно закваски который женщина положила в муку и она вся переквасилась ну почему чем плохой образ отлично мы все это видим когда это сбудется и да и или не сбудется вот так что так вот видите за даже 2 вот это условие 2 этот ключик так называемый да очень простой очень понятный в книга откровения все 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 что там будет описано она все будет понятно она и так понятно я вас уверяю я опять на своем личном примере вам обо всем этом свидетельствую книгу откровения на протяжении буквально там сколько получается там 7 лет до после моего покаяния я читал очень последовательно последовательно особенно когда практиковал это скажем вляпывался в православие три года вы искренне практиковал ну и плюс-минус там год входа-выхода плавного да так назовем и так как там тоже пугает ни в коем случае книга крови то вообще запрещено для чтения вот я угрожаю что я тоже княну пугает я сам как-то поначалу куда там до книги откровения тогда там евангелие понять вот поток раз период у меня православие получается я тоже к ней так да про прочитываю по кругу по про прослушиваю когда-то же я вы знаете библию постоянно штудировал изо дня в день вот но не вникал мне тоже казалось что там непонятно какая-то вы знаете когда вы помните она узнает публично стал зачитывать и саму-то библия уже все мне было по ней открыто за эти годы моего алма и алчба и жажба и всего дела не ради этого не просто алчишь и жаждаешь сидишь на диване семечки уцкаешь да нет ты действительно грызешь ты читаешь смотришь вникаешь молишься просишь бога тебе открыть размышляешь надо всем этим ты нет какой чепухой размышляешь когда какими бытовыми вещами занимаешься на всем вот этим с кем-то общаешься на этой темы спрашиваешь упрошаешь размышляешь дискутируешь да дебатируешь вот но дебатируйте игры я раз-два сказал я не вот это понимать вот эту норму что толку человек впиваться я вы все это вот хочешь принимать очень прям и поэтому я как раз-два всегда могу поговорить но щек уже не понимает вот но об этом я уже сказал вот и и когда пришло время мне так не было я этого помню так не показывала не говорил вот сейчас вам как выкать открываюсь у меня были колебания у меня был господи как я буду читать я же ее не изучал ей столько лет отложил и не исследовал а тут бац и я до нее добрался и новый завет я весь зачитался комментариями к ветхому я планирую потом книга откровенно идет надо и закончить папа по последовательности да я стал молиться много тогда опять читать изучать все это готовил ее там с картинка все знаете на моих сайт на моем сайте все это есть все тексты вся библия есть там вот я испытал я уже давно не испытывал это чувство когда мне господь папа и по новому совету показывал по библии по всей да вот я помню опять эти сладостные классные ощущения когда бог тебе просто все шепчет как как учитель и вот сзади стоит и тебе все вот прям рассказывает тычет показывает вот так вот это было опять просто нереально прикольно и рассказали на после этого момента я помню всем рассказывал тоже уже публично как действительно настал момент когда я записал книгу откровения был такой момент я сижу и вот я говорю такой момент когда ты становишься источником воды живой да если я все это время все равно действительно меня как будто бог учил я вам передавал настал момент вот как это я четко увидел из исаи когда бог дал ему свет он съел да и вот стал как теперь твои уста бы уста будет это изрекать и вот и я как бы что-то делаю говорю знать такой такой как будто на драйве ученик там а все пляжи все говорю иду мне кажется что учитель меня за спиной я такой смелый а я оборачиваюсь а его уже нет я думал что я это его мысли говорю вам да там еще а я понимаю что это я уже говорю силой божьей что я как бог я говорю истину я уже сам поднимаю палец вверх я это говоря я понял что он вот так плавненько рука его ушла с моего плеча ну как учитель стоит руку положено ученика да что ушла и он ушел отошел в тень да я теперь сам все это делаю я сам все понял до меня дошло я есть я понял я сам теперь могу любовь свободы вечная жизнь это три сущности бытия через призму их открывается все тайны мира абсолютно все я все понимаю я сам могу любую притчу рассказать я сам могу любой случай своей жизни естественно разбираю не стало так легко жизнь и жить я все понимаю где добро где зло я вечен я свободен я поступаю с друг сутку любовь поступаю с другим так как все что поступает со мной и никогда никому ничего не делаю что не хотел бы все тысячи раз миллион раз я перечитывал знал и никогда мне это не доходило и все меня как осенило меня как пронзила молния я изменился просто как будто я еще переродилась хотя уж сколько там лет пока новый завет тут целиком это четыре евангелия книга деяния все послания я понял что я есть им происходило то в обычной комнате в такой же как сейчас я здесь сижу это великолепные чувства это 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 великолепное ощущение и это это как иисус сказал то блаженство это внутреннее счастье которому нет просто описание я вам пытаюсь на словах рассказать но как морфеус говорил нео в фильме матрица я лишь могу указать путь пережить это можно сколько угодно рассказывать что такое оргазм до секс там или какой вкусные фрукты там этот съел или этот пока человек не попробует он его не узнает это очень важно понять я пытаюсь как свои эмоции передать но передать свои чувства ощущения вообще то в чем я много лет уже давно пребываю я всем рассказывал это передать невозможно в этом можно только пребывать об этом иисус говорил об этом я все им толку что царстве небесным никого бог судить не будет или в аду там мы все туда пойдем кто мы есть на самом деле я думаю что с этим тоже понятно все что в книге откровения описано будет доступна любому простому человеку вас алчущими и жаждущими правды истины он насытится он узнает это это будет все очень легко ну может быть века мне захочет опять по протестовать ну вот же да надо палкать пожаждать немного поговорить в интернете найти там астрономов видео об астронов нет это будет доступно любому человеку вот у нас есть все для познания истины глаза уши язык нос ручки да все мы все нас все на своей шкурке мы испытаем в папуа новыми ней все что будет происходить книги крайне все их будет касаться как они будут воспринимать анализировать какие делать выводы и как жить это другой вопрос кто-то знает это кто-то не знает это мне легко жить и я все понимаю кто-то будет только учиться в это время кого-то будет только истина открываться кто-то будет так страдать кто-то иначе кого-то будет проносить кого-то нет одна бомба упала в соседний дом тут не упала судьба у всех разная жизнь всех разная школа жизни у всех разная путь в этом плане у всех как бы по плоти внешне он разный но суть его одна и цель его 1 вот так вот поэтому в этом нет в этом небу не не будет никакой нужды это очень важно понимать там написаны в книге откровения написано очень яркие крупные мама очень масштабные события там нет таких тонкостей все это будет видимо видимо тем кто алчит и жаждет правды истины он ее будет познавать это очень важно ну и третье условие перед ним меркнут все даже предыдущие два без этого условия невозможно в жизни вообще ничего какое-то условие чтобы познать вот я не знаю пока давайте вот это пусть иллюстрацию картинка оставить вы помните что книгу откровения кто достоин и он говорит и его спрашивает бог его спрашивает только агнец только иисус христос только святой я уже сегодня напоминал эти слова иисуса это именно тезис к этому третьему ключу третьему условию это любовь это доброта это желание всему миру тебя окружающему счастье и радости через доставление каких-то удовольствий наслаждений это очень важно только святость только любовь дает тебе возможность узреть истину чистоту сама это любовь и дайте узреть любовь это замк это это действительно замкнутый круг иисус об этом прямо сказал я свет пришел в мир но вы не хотите идти ко свету потому что дела ваши злые я вам все игры это такой как порочный круг разорвать который должен только человека тот и протестантизм вечно опять вера там бог все я ничто нет иисус сказал только вы казалось бы я пришел приди ко мне как они даже спасение по вере вот он говорит этому богатым юноше ну давай иди ко мне а он не хочет почему а он злой да он там не убивает не грабит как он сказал но раздать имение кому-то добро сделать всего лишиться рабов наемников да он не убил но кто на тебя пашет почему не идет так потому что дела злые так как прийти к иисусу исправить дела исправишь дела в добро станешь любовью ты пришел к так ты уже и пришел ты став любовью ты стал богом иисус сказал всякая хула проститься даже хула на сына не проститься хула на дух святого хула на истину хула на любовь а из ты в любви иисус сказал придут от востока из аббата и все там будут все которые ближнему сотворили мне сотворили встаньте по правую руку в царстве небесном любовь чистое сердце там читай как любовь абсолютно святость доброта святость читай как любовь истинно читай как любовь иисус христос читай как любовь Любовь, доброта, желание блага всему миру, тебя окружающему, растениям, животным, людям, ангелам, духам, которые делятся на ангелов и бесов. Желание всему этого и претворение в жизнь. Благо в мире, женщин, возре, я все время оговариваюсь. Это обличение, это не потому что ты грешников в поголовке ладишь, это, кажется, есть любовь тоже, желание привести их к покаянию. Это и есть условие, что чистое сердце, святые люди, добрые люди зрят Бога, видят Бога. А Бог есть истина, Бог есть любовь. Только святая жизнь дает возможность увидеть это. Какая святая жизнь? Пример у нас есть. Бог-любовь сам воплотился, чтобы явить пример этой жизни, по стопам которой мы должны идти. Последовательно. Идем мы к этому тоже. Мы не сразу готовы отдаться грешникам на распятие на кресте. Действительно происходит. Иисус показал нам реальный пример святой жизни. Человеческий. Потому что он человек, на самом деле, по образу которого Бога, человека, мы и созданы. Он показал реальный пример святой жизни. Ее путь, ее конец, ее цель, к которой мы должны стремиться. Это абсолютное совершенство в любви. В жертвенной любви ко всему живому, неживому, как хотите, как природой надо называть. Что ко всему миру, как я выражаюсь, ко всему миру тебе окружающему. Вплоть до такой жертвы, когда тебя лишают даже самой жизни. Все очень просто. И это не значит, что ты должен на деле осуществить. Когда ты у тебя уже будешь убивать, уже поздно кому-то что-то, будучи познаванием истины. Поэтому открывается раньше, когда ты становишься готовым к этому. Пусть ты еще не совершил это в реальной жизни, как Иисус. Поэтому он уклонялся, бегал, сколько раз хотели побить камнями, сбросить с горы. Мы видим, что этого не получалось. Он как-то от этого всегда уклонялся, берег себя. Все до времени. Поэтому в своем примере тоже свидетельствую всегда. Сначала ты познаешь истину в полноте и делишься ей с другими. Но настанет время, когда ты отправишься туда. Так что это очень важно понимать. Это действительно происходит сначала. Это не то, что ты уже принес себя в жертву, и тебе открылась полнота опознания истины. Тогда кем ты с ней поделишься по плоти. Но это по внутренней готовности человека. Вот такое вот третье условие познания истины. А истина есть любовь. Чтобы познать ее, начать любить. И ты поймешь, что истина есть в любви. Вся истина, она в любви. Свобода и вечная жизнь. Ее не надо познавать. Мы ее просто обладаем. Конечно, эти три сущности бытия надо все принять. Но если одна изменная, то остальные две, они константы. Как бы они нам ни казались не константы. Что мы вроде тут смертны все. Мы вечны. Это неизменный факт. Мы можем отрицать его. Что, пребывая сейчас в пространственном временном измерении, как папа мой говорит, червяки сожрут. Можно с этой чепухой заниматься, с истиной бороться. Но ничего это человеку не дает. Он просто вечен. Свободен, да. Даже как он говорит, я вот это не могу выбрать, я тут завязан. Нет. Ты отрекся от свободы. А ты в этом проявил свою свободу. Потому что ты свободен. Даже перед лицом смерти, лишения здоровья, жизни, имущества, чего угодно. Ты все равно оставишься свободным. Это ты выбрал. Не бороться, а лечь на лопатки. При этих условиях. Ты свободен. А вот любовь действительно переменная. Мы сами выбираем, любить или не любить. Творить добро или не творить. Вот так вот. Вот такие. Я переживал два часа. Видите, про первое, про последовательность опять стоп поговорил. Да, вот. Ну, действительно, на этом вот сколько людей обламываются, так скажем. Я говорю, туда не идут, спотыкаются. Я хотел сказать, даже не обламываются, а спотыкаются. Вот. Это все очень важно. Конечно, важно все три условия. Без третьего условия любви и первые два бессмысленны. Вот. Поэтому дело, конечно, было не в каком-то последовательности. Тут действительно просто три сущности бытия. Они не выше, не ниже. Это вот та святая троица, которую любят там религиозники разговаривать. Отец, сын и дух святой. Троица сущность бытия – это любовь, свобода и вечная жизнь. И они вот просто вот так расположены, если хотите, одновременно все. Они неделимы, нераздельны друг от друга. Они просто есть. Это просто существует все. Мы просто все вечны, мы все свободны. И зло даже, как говорится, Бог может творить зло, да, в потенции. Потому что он свободен. Это свобода и определяет то, что человек может творить зло. И Бог может творить зло. Но он этого никогда не делает по своему свободному выбору. Мы все когда-то в это придем. Вся эта временная матрица, где тут все, вся эта школа жизни, как говорят, сканет вечности. Зло не имеет бытия. Не имеет памяти. Ни на каком жестком диске винчестере не пишутся наши злые дела. Они пишут только на сердцах тех, против кого мы это зло обратили. И когда человек покается в этом зле, попросит прощения, сотворит достойные плоды покаяния, тот, против кого согрешали, просто прощает и все это из бытия исчезает. Вот и все это вопрос не существует, а существует только любовь. Только она вечна, она закон блага бытия. По-другому просто быть не может. Вот и все. И это просто и есть. Это не потому, что Христолюб так хочет. Это не его субъективное мнение. То, что бытие вечно, свободно и может быть счастлива только в любви. Это не мнение Христолюбца, не субъективное мнение. Это любого нормального здравого человека. Спросите любого, хочет он вечно жить. Все говорят, да, да. Ну, понятно, у кого адская жизнь, да, ты там в каких-то мучениях, страданиях, но это, я говорю, это школа жизни. А так вот спросите любого, счастлива ты хотел бы жить в вечном? Ну, конечно, кайфовать, наслаждаться. Вечный кайф есть такое понятие, любили мы в юности говорить, да. Это естественно. Кто хочет быть рабом? Ну, в этой жизни религиозники, идиотов, куча людей, да. И хлебом не корми, дай кому-нибудь туфлю поцеловать и задницу подлезать. Но это временно, это они просто делают почему-то по тупости своей. Думать они счастливы? Нет, конечно. Раб никогда не будет счастлив. Только свободный. И по плоти, и по духу. Вот. Ну, и, конечно же, сама любовь. Так что вот так вот. Вот такое вот мое видео. Только эти три условия. По идее, хоть я и говорю, что без третьего. Но на самом деле, и, можно сказать, и без первых двух тоже. Но это все временно. Это, я говорю, как к пространственным временному измерению. Вот действительно, даже сейчас мы говорим о какой-то последовательности. Это только применимо к нашему времени. Действительно, суть бытия – любовь. Бог – незнание. Бог – это мысли. Все, что мы с вами видим. Да, как кубики складываются, как стройно звезды крутятся. Все это просто мысли Божьи. Он завтра подумает, они в обратную сторону начнут крутиться. Ничего в мире не существует, как каких-то там незыблемых законов какой-нибудь природы. Это просто Божьи фантазии. Мы все с вами энергия. Мы все с вами мысль. Да, переходя некоторую грань, она имеет воплощение. Все это Богом смоделировано, так скажем, в его уме, как школа жизни. Я вас хочу пригласить и на этот канал, на который вы смотрите, подписаться, если вы не подписаны. Христолюб, пропутие, пищу в пустыне Вегана. Ну и на канал Христолюб, чтение Библии, Библии и Иные Писания, он называется покороче. Ну, смысл там чтения с моими комментариями Библии и Иных Писаний. Но, вот вы, может быть, знаете, на канале всегда в вкладке плейлисты есть такое всплывающее меню, раскрывающееся. Здесь вы можете выбрать, это разделы называется, да? В этих разделах вы можете выбрать, какие если человек создал разделы на своем канале. Вот у меня есть раздел, целый раздел, апокалипсис, откровения. Ну, я его так назвал тоже, Иоанна Богослова, в последних временах, что просто для поисковых систем, потому что сейчас же забивает Иоанна Богослова. Вот, и здесь вы увидите все плейлисты уже по этой теме. И я поэтому даже в этот раздел, на этом канале Христолюб, пропаде, пищу и пустыни Веган, добавил плейлисты с канала Христолюб, Веган, Библии и Иные Писания, чтобы сто раз не показывать разные каналы, открывать. Я всем рекомендую прочитать хоть раз в жизни со мной книгу Откровения. Более того, на днях, я планирую, меня кое-что просили, задавали вопросы, да, я буду ее буквально скоро зачитывать снова. Казалось бы, ничего нового я там не скажу, но кое-что мы с вами посмотрим, еще раз пожуем. Там 25 видео, я, может быть, туда что-то добавлял еще, потому что главта 21, ну, я там немножко распылялся, но, по сути, старался, по-моему, так уложиться по главам там плюс-минус. Обязательно послание фессалоникийцам апостола Павла, он там именно говорит о последних временах, кому все это сейчас интересно, сейчас это очень актуально. И книга Даниила, всем известно тоже, сколько ей манипулируют этими видениями, вообще вырывают оттуда все, ничего не понимая, все эти сны Даниила мешают просто в кашу, в такую, что тоже рекомендую всем посмотреть. И я поделил даже по плейлистам все видео вот на этом канале, где я в свободе слова говорю, как бы непоследовательно с одной стороны, да, там темы пересекаются, на самом деле, когда я стараюсь в плейлисты те же самые собирать, я это делаю как-то последовательно. А здесь плейлисты, на этом разделе, апокалипсис, я тоже собрал последовательно, поэтому я так и назвал. Последние времена, Великая Скорбь, Конец Света, Антихриста и Его Царство. Я говорю, может кто-то не понимает и думает, что это не так случайно, в таком порядке. Нет, они не случайно. То есть, по сути, образно я говорю в этих... Я говорю, конечно же, здесь не последовательное чтение книги Откровения, но я какие-то темы затрагиваю такие узкие, и они вот в каждой. Этот ролик добавлю, допустим, конечно же, в первый плейлист, как я его назову, если вы видите слева направо, он будет называться первым, хотя он здесь вообще четвертый. Но я говорю, я из Библии решил сюда все-таки, из канала Библии, добавить все вот эти книги, так скажем, относящиеся. То сюда я добавлю сейчас и это видео, потому что очень важно сначала вот это все понять, тогда уж посмотрите остальные ролики. Царство Антихриста, которое в 13 главе только, Второе пришествие, которое в 19-й, 20-й главе описано, Суд Божий в 20-й, который в главе, в частности, уже написан. Ну, хотеть, Второе пришествие в 19-й, описано, а Тысячелетнее Царство, Суд над христианами, Тысячелетнее Царство и Суд над всем народом описано в 20-й. И Царство Небесное, Новая Земля и Новое Небо, 21-я глава. То есть даже эти пять плейлистов в некой последовательности у меня собраны. Вот такая вам отсылка, такая вот рекомендация к прочтению, к всему прослушанию, кому интересно, исследуйте, изучайте. Что еще делать? У нас еще есть время, неважно, может в катакомбах будем сидеть скоро. Но если хотите действительно обрести знания, я могу вам в этом помочь. Так что выбор за вами, исследуйте последовательно, я говорю, это тоже очень важно. Вот я вам дал, в идеале, перейти на мой канал, зайти на вкладку плейлисты, выбрать Царство Апокалипсис. И вот по этим плейлистам открывать первый, книгу «Откровение» посмотреть, «Фессалоникийцам» посмотреть, книгу «Даниила» посмотреть, «В свободе слова» потом вот добить, так скажем, почему я и начал бы, видите, я даже на этом канале и в этом разделе собрал не так, что я эти три книги, я бы их куда-нибудь в конец бы, а здесь бы идеально пять, прямо на страничке помещается, у них пять плейлистов. Казалось бы, как красиво сначала здесь пять слева направо плейлисты добавить, вот эти «В свободе слова» потом три книги. Нет, я считаю, что надо читать все как раз вот, послушать сначала книгу «Откровение», два послания апостола Павла к Фессалоникийцам, книгу «Даниила». Можно, конечно, здесь поменять книгу «Даниила», как говорится, по-новому, это можно, книга «Даниила», «Фессалоникийцам», книга «Откровение», можно так. Ну, тут такое себе, потому что при книге «Откровение», чтении, почему я так? По идее, правильно последовательно книга «Даниила», «Фессалоникийцам», книга «Откровение», но просто я в книге «Откровение», я, в принципе, там прям вкраплял книгу «Фессалоникийцам», послания Павла и книгу «Даниила» в некоторых местах. Ну и книга «Даниила» — это все то же самое, что книга «Откровение», только в символах, образах и очень-очень кратко. Поэтому, в принципе, если уж книгу «Даниила» вы никогда тоже там не посмотрите, книги «Откровение» достаточно, потому что, как говорится, то, что уже позже, уже, как говорится, если сейчас есть электрическая газонокосилка, ну ты можешь, конечно, к ручной косе обратиться. Ну смысл уже, да? Здесь то же самое. Если есть более поздние откровения, не прям катастрофичность ты не узнаешь раннего. Хотя все это полезно и назидательно. Мы видим параллели, подтверждение, как сказано очень часто в Ветхом Зайти, при двух или трех свидетелях истинно всякое слово. И только потом уже вот так в свободе слова, где вот идут вот такие вот уточнения. Потому что я говорю про ту же самую последовательность, я все равно говорил в книге Откровения, и этот ролик, скорее всего, добавлю не только в плейлист Апокалипсиса, но и добавлю вот, может быть, первым видео в книгу Откровения. Потому что это очень важно, то, о чем я сегодня сказал. Без этого, без этого это будет просто дурдом. Ничего вы так и не поймете. Смотреть все это, слушать надо достаточно тоже внимательно. Да, если уж вы чем-то прям таким, вы знаете, когда сам кого-то смотрю, слушаю, тоже поделюсь опытом, кому-то это будет как совет. Конечно, если вы что-то глубоко изучаете, ну, надо как-то выделять время. Ну, или заниматься тем, что ты можешь параллельно делать, там, что-то делаешь недалеко. Я иногда включаю, что-то ходишь. Но если это важная информация, не получится заниматься и тем, и тем. Да. Уж лучше тогда какую-нибудь музыку пока послушать, или что-то не очень важное. Но если что-то важное, хотите вникать, вы пропустите какое-то слово, там, предложение, или пять минут, там, вы куда-то отошли, надо либо на паузу ставить, потому что вы не поймете тогда некоторых вещей. Нельзя так через слово. Нельзя просто брать страницы, рвать из Библии, выкидывать и читать, и пропуская целые страницы. Это тоже очень важно. Поэтому вот так вот. Такие мои вам всем пожелания от чистого сердца. Желаю всем познать истину, но она достигается алчбой, жаждой правды и чистотой сердца. На этом у меня все. Всех вас обнимаю, надеюсь, верю и желаю, что все вы этого всего достигнете. Как Иисус сказал, это только поначалу, да, и иго, и бремя Христова, но в конце она становится благим, счастливым и легким для всех нас, кто его берется нести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok